Вортепианный концерт студентов Академии музыкального колледжа Примосковской государственной консерватории имени Чайковского состоялся 3 декабря в детской школе искусств города Видное. В концерте были исполнены произведения Баха, Бетховена, Рахманинова, Листа и Шопена. Такие мероприятия позволяют студентам еще раз отточить свои навыки для дальнейшей учебы. Ну а слушатели с удовольствием приходят на ставшие уже традиционными концерты в музыкальную школу. Четверо студентов музыкального колледжа с разных курсов и различным уровнем мастерства впервые в этом году выступали на сцене детской школы искусств. Каждый из музыкантов исполнил произведение на свой выбор. Волнение чувствовалось у каждого, выходящего на сцену, и справиться с ним удалось не всем. Мария Куртынина, студентка второго курса, в целом осталась недовольна своим выступлением. Говорит, подвела техника. Хотя эта неудача дала Марии настрой на дальнейшую работу. Для меня музыка сейчас это все, жизнь, то, чем я занимаюсь, постоянно слушаю. Ну то есть у меня нет ни одной мысли о музыке, как это все связано с ней. Более опытный музыкант Геворг Дерцян, студент четвертого курса, чувствовал себя на сцене увереннее. Этюды и сонаты Рахманинова, Шопена и Листа в его исполнении публика оценила по достоинству и благодарила юного музыканта аплодисментами. С самого раннего детства Геворга увлекала музыка. Хотя уделять ей много внимания мальчик не хотел. Я помню, я по 6-7 часов сидел, занимался дома. Естественно, я маленький был, я маме говорила, не хочу заниматься. Но потом, я сейчас благодарю их, что они сидели, время тратили, занимались со мной. И вот результат. Геворг в этом году заканчивает колледж и планирует поступать в консерваторию. Кроме того, он является выпускником именно Видновской школы искусств. Мы очень за него рады и желаем ему творческих успехов, чтобы его дальнейшая карьера сложилась успешно. И он радовал не только жителей города Видной, но и всей нашей страны своими выступлениями. Пока студенты еще набираются опыта. И такие мероприятия позволяют им правильно оценить свои силы. Екатерина Чернышева, Константин Брылов, Елена Кошелева, Видное ТВ.